Привет всем! И у нас вторая часть по Camel Trophy. Долго шли все запчасти, но вот наконец-то вроде все в сборе и пришло время заняться этим внедорожником. Итак, значит, будет управляться на TTX 300, вот на такой аппаратуре. Если вы продаете такую аппаратуру, то пишите мне на почту rcdefisbuyersobaka.yandex.ru. Куплю у вас ее за недорого, естественно, да. Я коллекционирую эти аппаратуры. И вот они все запчасти. Вот здесь вот. Здесь не все, конечно, к нему относятся. Здесь еще амортизаторы, но это не к нему. Но, в общем-то, вот здесь все поместилось, и сейчас будем разбирать и, собственно, собирать его. Для начала нужно заменить карданы. Взял вот такие карданы. Ссылки внизу на всякое допытооборудование вставлю. Посмотрим. Металл, но не самый лучший вид карданов. То есть, здесь есть это вот колечко. Может быть вылетать и пин вылетать. Но посмотрим, да. Может здесь как раз и хватит. Теперь меняем это дело все на металл. Получается перед и зад. То есть, они у нас телескопические и получается один вид кардана пришлось купить. Все, карданы установлены. Теперь будет покруче, чем на пластике. Для эстетики купил вот такую вот металлическую защиту на орехи. Вот так ставится буквально на двух винтиках и прикольно смотрится. Так как Camel Trophy гоняет на штамповках, то поставим штампованные алюминиевые диски. Были и белый цвет, но я решил все-таки черный. Не смотрится здесь, мне кажется, белый. Хотя вот 3X тоже обычный черный, но мы сделаем покрасивее. И резина. Это с Aliexpress. Ссылки внизу есть. И резина тоже Aliexpress'овская, такая дешевенькая, достаточно жесткая. Я думаю, сейчас вставки подрежу, чтобы сделать хотя бы проминание. Но, в общем-то, не стал здесь заморачиваться с дорогой резиной. Этого здесь не нужно, поэтому будет такое все бюджетненькое. Да, с виду не сильно отличается от 3X-овских, но есть только приглядеться. Но здесь плюс еще это вот такие заглушки, которые накручиваются по резьбе, и мы не будем видеть гайки. То есть для копийности самое то. Но шины, к сожалению, без каких-либо опознавательных знаков ничего нет, даже разукрасить не получится. Пишите в комменты, на каких лучше все-таки? На грязных 3X-овских или на алюминиевых штамповках китайских? Ну, плюс добавляет чуть-чуть веса, естественно. И вот, как видите, с заглушкой никакой гайки не видно. Видно только сам диск и все. Круто? Круто вообще, да? Дальше нужен багажник на крышу. Для этого буду использовать пластиковый багажник от Аксиала, который шел, по-моему, на джипа Гранд Чироки. Багажник собран, и теперь нужно его установить сюда на крышу. Будет просто на саморезах. Сделаем отверстие поменьше и просто вкручу. В принципе достаточно, но по факту, конечно, сюда какой-то побольше, подлиннее, но у меня такого нет. В общем, на самом деле одного багажника, наверное, мало. Я нашел вот такой вот металлический, еще один коротенький. Его попробую, наверное, вкорячить спереди. Плюс у него есть светодиоды стандартные, устанавливаются, и уже чем-то обвесить, и будет как будто такой один, типа, длинный. Ну, фиг знает. Вот, потому что один короткий, ну, как бы ни о чем получится. А тут можно уже всего туда наложить. Установил оба багажника. Смотрится нелепо, честно говоря. Но посмотрим, когда их забьем чем-нибудь, как говорится. И снизу провел свет. Значит, вот здесь входит. Идет по стойке. На термоклей приклеил, без всякого сверления. И дальше уже просто в капоте вывел отдельный провод. Его будем вставлять, чтобы завести эту люстру. Теперь установим веткорезы. Ссылка на них тоже есть внизу. Будем монтировать вот сюда на капот, где-то с краю. И, наверное, крыши. Так бы я к багажнику приделал, но он у меня достаточно короткий, поэтому приходится, придется, наверное, где-то здесь. Веткорезы установлены. Штука прикольная, крутая, монтируется достаточно быстро, да и стоит недорого. Да, так что китайцы в этом плане молодцы. Вот так пришлось смонтировать и закрепить сверху таким же крюком. Ну ладно, но если был бы багажник, говорю, шире, тогда я бы к багажнику. Или был бы кенгурятник спереди, да, как на настоящих Кэмэл Трофи большой, то нужно крепить уже к кенгурятнику. И все. То есть не задействовать корпус машины. И капот без проблем также продолжает открываться. Под капот он все подключил. Приемничек просто поставил прямо на сервопривод. Провода все смотал. И аккумулятор будет просто складироваться вот здесь. То есть без каких-либо заморочек там. Положили. Все. Капот закрыли. Тачка полностью готова. Опа! Не работает. Обалдеть. Теперь добавим брызговиков. Но это комплект на TRX4, то есть на штатный кузов. А здесь у нас увеличенная база. И я боюсь, что вот эти крепления сейчас не подойдут. Так как брызговик будет слишком далеко от колеса. И будет смотреться нелепо. Буду мудрить. Отверстие, которое крепилось бы сюда, я переношу сюда. То есть у меня увеличилась база. И как раз этого примерно достаточно. Поставлю сейчас так ровно. И прикручу на винтик. Задние, к сожалению, тоже не подходят. То есть смонтируются они на два задних отверстия в раме. И как видите, у меня будут прямо с колесом. Вариант смонтировать вот сюда накрепление бампера. То есть вот таким вот образом. Но, как вы поняли, далековато. А это как раз и есть левая сторона. Поэтому я сейчас их поменяю местами. Смонтирую сюда наоборот. Вот так, наверное, на одно отверстие. Левую направо, а правую налево. И как раз примерно будет торчать брызговик, где заканчивается у нас расширитель. Вариант номер один нелепо называется. Если передние брызговики, ну плюс-минус норм еще, они не очень выползают из арки. То есть стоят как раз в нужном месте получилось. То задние слишком низко. И их нужно поднимать. То есть не сошлись. Как бы для стандартного корпуса. Нужно вот эти отверстия, наверное, переделать. И выше просто их туда будет поднять. Теперь добавим копейных деталюшек. Все с Алиэкспресса. Ссылочки внизу, напомню, под видео есть. Вот такие вот ящички, боксики. Коп. Да. Можно наполнить для веса. Центраки, всякие мешки. Ведро, огнетушитель. И мешочки. Вот такие вот. С зерном. А нет, соль. Соль, да. В принципе, можно сделать такие в домашних условиях. И решил попробовать вот такую вот сетку на багажник. Тянется. Можно вырезать любого размера. Крюки в комплекте имеются. Сейчас будем ей все накрывать. А что, мне нравится. Да, прикольное покрытие. Можно подрезать как угодно. Натягивается. И классно смотрится. Конечно, из минусов то, что закрывает все, что там внутри. То есть, очень плохо видно, да, когда мы используем такую сетку с большими пространствами. Но в плане упаковки очень прикольно. Очень прикольно. Добавил еще сентраков с Алиэкспресса. Повесил просто на стяжке. Такие блестящие. Но это пока. Загоним в гряземес. И будут уже в нормальный цвет. ПОДПИШИСЬ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил еще инструменты на капот Просто прикрутил Они на специальной площадке монтируются И сверху тоже еще добавил копеечки Различные И скрипучее ведро Ну в принципе как и настоящее я думаю Вот что с этой стороны получается И спереди добавил лебедку Ну на самом деле лебедки как таковой здесь нету Я просто посверлил отверстие Просунул провод туда, закрепил с той стороны И все, и натянул И подключил Ну будет пока так болтаться Блин, передний бампер конечно другой Но к сожалению в такой размер бамперов нету Только есть на обычной 3x4 А он меньше знаете Также шноркель купил Он тоже как бы подходит сюда теоретически Блин, а он на другую сторону оказывается А хотя нет Вот так Но как его монтировать не знаю То есть тут видите какие-то отверстия А он такой резиновый Блин, ну попробую наверное приклеить его сюда Каким-то образом Ну с ним будет уже еще получше В общем супер клей И два самореза Здесь и здесь Теперь надежно Сзади добавил фаркоп Установил немного криво под углом Ну да ладно Зато вот такая вот болтающаяся Сепочка Теперь И также хайджек Тоже установлен здесь со стороны Полностью пластиковый Никакой не мудрёный там металлический А так бюджетненький Ну и вот он почти конечный вариант Все что получилось С подсветкой надо разобраться Передних фар Точнее не работает левая сторона Вот Что касается стоимости Того что я установил Это колеса Диски Что там Шноркель Виткорезы Багажники И всякий вот шмурдяк Вот это все Стоимость здесь написана Во сколько это обошлось Тюнинг Доведение его До такого состояния Из стокового Вот Выходит не дешево Потому что Что-то как-то все дороговато Честно говоря Но если Вы талантливый То можете Сами Шмурдяк какой-то сделать Своими руками Будет подешевле Так сказать Вставки Вообще порезал То есть прилично Наверное практически половину Но все равно Сама резина Достаточно Жесткая И поэтому Сильно не проминается То есть Доходит все равно До вставки И все Ну короче Такое Если хотите Прямо чтобы было Как на спущенных Покупайте Мягкую резину Какую-то Более качественную Но Будет опять же Все это дело Дороже И здесь маленький Аккум на 3300 Прячется у нас И все Длиннобазый Трэйц Получился Друзья Ставьте оценочки Данному Кэмл Трофи Я жду еще наклейки Придут наклейки Доклею их Блин Ну реально тяжелый Доклею И тогда уже Будет Практически Законченный Внешний вид Нет В таком Надо аккуратно Прямо по прямой Заходить Я понял Так 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 Давай 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 Две скорости У меня Я сейчас На пониженной Тактик ТТХ 300 Предлагает Как раз Переключение Я воткнул Третий канал И могу Спокойненько Переключить На повышенную И гонять Как бешеный Но это нам Не требуется Пришлось Поджать задние Амортизаторы Потому что Кузов стал Очень тяжелый И тачка Просто просела И все Поджал их Поэтому сейчас Подвесочка Вот такая Вот зажатая Ох ты Блин Ничего себе Почти на брюхо Сел Ну неплохо Неплохо Тут справляется Брызговики Доделал Чтобы смотрелись Плюс-минус Ровно Ну вот сейчас Видите как Получилось Вроде нормально Как раз Посмотрим На вес Вес Составляет 5,7 Кг 5,73 Блин Да Тачка Получилась Теперь реально Увесистой Смотрите Почти как Тяжеловес Который 6,5 Весил На подъеме Я поставил Ему 46 градусов Я боюсь Больше просто Не затянет О Тем более Там сейчас будет Ой Черкнул Черкнул Блин Как жалко И Да 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 Хо 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 Еще раз Пробуем Нет Блин Даже 46 градусов Не берет 43 градуса С трудом Еле Чуть Чуть Не оторвался 43 градуса Передок Практически Уже Начинает Взлетать Да Это Для него Задачка О Цепочку Сорвал Посмотрим На этом Подъеме Что изобразит Китайские Питбули Опять Цепляет Фаркопом Масса Блин Тяжеловес Просто Ехал И ехал Этот Сможет Цепляться Так Смотрите Тоже Масса Дает О себе Знать Просто 100% Зацеп Получился И все Класс Длинна База И никуда Не помещается Я не могу Развернуться Здесь И Что скажешь По заезду Опять Задним бампером Чертит И смотрите Что он творит Он просто Плавненько Заезжает Опять же Круто Круто Просто Невероятно Но сел На брюхо Из-за своей Длинной базы А там Такой Этот Торчит А нет Нормально Да Плоско Просто Чуть Чуть Сел На брюхо И все Блин Мы по высоте Не проходим Это Невероятно Вообще Ну что ты За гигант Такой Жесть Жесть Опять Препятствие Все Страдает От Тяжеловеса Такого Блин Бедная Серва Там Стоит Какая-то Непонятная Причем Вроде Не помню Что я Поставил Но Ничего Сверхъестественного Там нету А крутить Ей приходится Теперь Ого-го Так Не сломается Не должен Оу Так А вот здесь Я думаю Сейчас будет Просто цеплять И все Да Опять Свесы База Длинная И мы Никуда Не проедем Застряли Так Ну что Друзья Оценивайте Данное Ведро Конечно Он выглядит Как новый То есть Весь Блестящий В идеале Его Состарить И потом Добавлю Наклеек Которые Придут Кэмл Трофи И тогда Уже Затестим Его на улице Посмотрим На что Способен Такой Теперь Тяжеловес Длиннобазый И на втором Канале Поснимаем С ним Какие-нибудь Ролики Все-таки Кэмл Трофи Это Крутая Штука Особенно В песке Где-нибудь Будет Классно Смотреться Ссылки внизу На трофейке Найдете На шмурдяк Вот этот Весь Найдете Внизу Вставлю Вам ссылочки Так что Заходите Выбирайте Тюнингуйте Дорабатывайте Свои тачки Чтобы они Выглядели Ух Пока